Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 29 ноября. Преподобный Акаки Синайский жил в VI веке и был послушником одного монастыря. Смиренный инок отличался терпением и беспрекословным послушанием своему старцу, у которого был грубый характер. Он заставлял преподобного непомерно работать, морил его голодом, нещадно бил. Несмотря на такое обращение, преподобный Акаки кротко терпел невзгоды и благодарил Бога за все. Недолго пробыв в таком тяжелом послушании, святой Акаки скончался. Старец через пять дней рассказал о смерти своего ученика другому старцу, который не поверил, что молодой инок умер. Тогда учитель Акакия позвал этого старца к могиле Акакия и громко спросил «Брат Акакий, умер ли ты?» Из могилы раздался голос «Нет, отче не умер. Кто переносит послушание, не может умереть». Пораженный старец со слезами упал перед гробницей, прося прощения у своего ученика. После этого он изменился нравом, затворился в келье и близ погребения святого Акакия. В молитве и кротости окончил свою жизнь. Это сказание привел в лестницы преподобный Иоанн Лестничий, как пример терпения, послушания и награды за них. Священномученик Авив, епископ Некресский, один из 13 святых сирийских каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества, пришедший в Грузию в VI в. По просьбе грузинского старя Парсмана VI, 542-557 г. и католикоса Евлавия, 552-560 г., принял сам епископа и кафедру Некресскую, перцы, захватившие в это время Кахетию в Восточной Грузии. Повсеместно сождали огнепоклонство. Епископ Авив, исполнившись апостольской ревности, с крестом в руках ходил по городам и селам своей епархии и истреблял везде грубые суеверия, туша огни в капищах зороастрийцев. Дедаицы и другие горцы Кахетии, жившие по левому берегу реки Алазани, отреклись от огнеслужения и вошли через покаяние в лоно церкви Христовую. Святитель Авив обратил христианство и многих персов. Святительский сатрап, живший в городе Рехи, обеспокоенный успешной проповеди святителя, приказал связать его и доставить к нему. Как повествует имя Артина, абхазский католикос Арсений Великий, умерший в 1390 году, автор описания мученичества святого Авива. Святитель Авив по дороге в реки получил письмо и жезло от своего друга, святого Симеона Столпника Девногорца, а также простился со своими сподвижниками, святым Зеноном и Калтским, и святым Шивом Гминским. Представ перед персидским сатрапом, святитель Авив отказался принять за растризм, страстно обличая его, выдало поклонствие. По приказанию сатрапа, святитель Авива подвергли бичеванию и страшным пыткам, после чего он мученически скончался, избитый камнями в селении Рехи, близ горе. Тело святого Авива бросили на сиденье диким зверям, но ни звери, ни птицы, ни тление не коснулось святых мощей. Братья самтовийской обители с честью погребли их в своей обители. Мощи святого, прославленные исцелениями, были позднее при правителе Картли Степанозе 639-663 года. По желанию католикосов, а воры перенесены из самтовийской обители в Схетский Самтаврский собор и положены под престолом, где почивает и поныне под судом. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok